Цифра дня открывает выпуск деловых новостей. 12%! Столько россиян заявили о том, что хорошо разбираются в финансовых вопросах. Опрос среди населения провели эксперты Национального агентства финансовых исследований. Год назад показатель был выше в два раза. Чаще всего отлично оценивают свою финграмотность жителей страны в возрасте от 24 до 35 лет. При этом 42% российских семей ведут учет доходов и расходов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В студии работает Борис Киргенеков. Приветствую вас. В ближайшие несколько минут расскажу о последних новостях экономики нашего региона и страны в целом. А что больше всего волнует жителей страны, узнали социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения. Низкие зарплаты стали самой большой проблемой россиян. Об этом беспокоятся почти четверть участников опроса. Низкий уровень жизни и высокое жалование больше всего волнует россиян уже третий месяц подряд. К примеру, год назад это беспокоило в два раза меньшее количество респондентов. В топе проблем у жителей страны также социальная политика, здравоохранение, инфляция и рост цен, состояние ЖКХ, а также безработица. Социологи отмечают, что проблемы материального характера сегодня волнуют россиян даже больше, чем в 2016-м. Только 2% опрошенных сибиряков заявили, что с легкостью смогут найти новое место работы в случае увольнения. Исследования провели аналитики портала Headhunter. Тем не менее, жители Сибирского федерального округа оказались самыми оптимистичными в отношении трудоустройства в России. Хуже всего оценивают свои шансы соискатели в Москве. 27% респондентов в Сибири заявили, найти работы в их регионе сложно. Половина считает, что с трудоустройством есть проблемы, но решить их можно. Больше 50% сибиряков также стараются найти дополнительный заработок. У каждого десятого подработка уже есть. В Новосибирской области региональный Минпромторг проводит День поставщика. На встречах местные производители вместе с представителями федеральных торговых сетей обсуждают возможное сотрудничество. Магазины в нем также заинтересованы. В некоторых гипермаркетах доля местных товаров по отдельным категориям достигает 80%. Подробнее об этом расскажет Вячеслав Братцев, заместитель главы областного Минпромторга. Сегодня местный товаропроизводитель в крупных сетевых структурах у нас присутствует в пропорциях примерно 50-65%. А в некоторых категориях товаров этот процент достигает и 90%. Это мясо птицы, это яйцо, это хлебобулочные изделия. То есть здесь местный товаропроизводитель вне конкуренции. Но мы, безусловно, хотели бы, чтобы этот процент был повыше, поэтому был придуман такой новый формат общения производителей и ритейла сетевых структур. Для того, чтобы они попроще, поглубже узнали друг друга. Потому что самым главным человеком, для которого эти все действия проходят, это наш потребитель. Это житель Новосибирской области, города Новосибирска, который непосредственно является тем лицом, который потребляет ту продукцию как производителей. Задача ритейла приподнести товар с наименьшей наценкой и более качественной. Неликвидные предложения. На вторичном рынке в Новосибирске квартир, которые продаются дольше трех лет, оказалось в полтора раза больше, чем в новостройках. Об этом рассказали аналитики агентства N1.ru. Эксперты составили топ-квартир, которые долго не могут найти покупателя. Семь лет ждет нового хозяина пентхаус в центре мегаполиса. Стоимость объекта 8 миллионов рублей. Квартира в Академгородке продается уже 5,5 лет. Аналитики отмечают, дольше всего покупатели ищут владельцы больших квартир в центральном районе города. Цены на эти предложения заметно выше средних на рынке. Кроме того, новосибирцы не торопятся покупать жилье в новостройках Кировского района мегаполиса. Таких квартир скопилось 40% от общего числа предложений. Компании Сибири по итогам первого полугодия реализовали товары за границу на сумму почти в 16 миллиардов долларов. Экспорт в округе вырос на 37%. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении. Внешняя торговля выросла за счет поставок в страны дальнего зарубежья, отмечают специалисты. Главные партнеры сибирских компаний – Китай, Нидерланды, Япония, Украина, Казахстан, Турция и Германия. Всего вишний торговый оборот вырос на треть до 19 миллиардов долларов. Основные товары, которые предприятия отправляют за рубеж – это химия, металлы, уголь, нефть и древесина. Импорт в Сибири вырос на четверть до 3 миллиардов 300 миллионов долларов. Тем не менее, в развитие стали вкладывать меньше. Компании Новосибирской области по итогам первого полугодия инвестировали в основной капитал на 4% меньше, чем в 2016-м. Об этом сообщили в Новосибирск, кстати. Предприятия региона вложили в этом году в развитие 52 миллиарда 200 миллионов рублей. Основную часть денег – около 2 трети – компании потратили на строительство и реконструкцию зданий. Около 30% ушли на приобретение машин и технического оборудования. Инвестированием занимаются в основном логистические фирмы, обрабатывающие и строительные предприятия. Как отмечает статистика, больше 30 миллиардов инвестиций приходится на средние и крупные компании региона. На скачущий курс рубля жалуются около 80% российских промышленных производителей. Отрасли нужна стабильность на валютном рынке. Об этом заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров. Цитата дня в Деловых новостях. Интересы экспортеров и импортеров в отношении национальной валюты диаметрально противоположны. Одним нужен низкий курс, другим высокий. Но на самом деле обе стороны заинтересованы в одном и том же – в стабильности курса. Инвестиционные проекты в промышленности носят долгосрочный характер. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова